Меня зовут Лейла Челех, мне 24 года. Я окончила Хабаровский колледж искусств как дирижер Хоровик. Сейчас я также студентка, обучаюсь в магистратуре Высшей школы музыки Минишнитке как музыкальный педагог. С детства мама выводила меня за руку подбор, и я на весь двор пела Джамайка. Соседи выглядывали из окон, и мама очень много гордилась. Она даже приводила соседей домой, и они даже с цветами приходили. Ну то есть, да, я... Мама у нее нет со мной уже два года. Я маме очень благодарна. Я давно уже не плакала. И у меня вчера просто утекли слезы градом. Я говорила, мама, ну вот, наконец-то сбылась твоя мечта. И чуть-чуть, немножко времени не хватило, чтобы ты это увидел. И я так счастлива, что я сегодня вообще просто буду на сцене, и меня увидит вся страна, да? Меня будут поддерживать сегодня мои дорогие люди в зале. Меня будет поддерживать бабушка, смотрит по телевизору. И даже ради этого уже стоит выйти на эту сцену. И мама будет тоже смотреть на меня сверху. Ой... Прямо принцесса. Даже не принцесса, а красная девица. Это свадьба белая и плясала. Посмотри, какое у нее хоть красивое платье. Валентина Толкунова. Валентина Толкунова? Вставляешь? Не, ну, то, что по образу, да, такое все. Что-то советское и нежное. Господи. Меня зовут Лейла Челех. Я из Хабаровска. То, что в жизни происходит, это не случайность. И моя встреча с вами тоже не случайность. Лейла. Лейлочка статна, хороша. Прям шахерезада, да? Симпатичная какая девочка. Светлый человек очень. Я даже не представляю, какая может быть сейчас песня, что это. Хочется, чтобы она уничтожила. Мне сейчас она, кажется, откроет рот и с первой ноты здесь разлетится вся стена. Толкунова, что ли? Ты глятел на меня, ты искал меня всюду. Валуйся, валуйся, у нее голос. Я бывала, бегу, ото всех твои взгляды хранят. А теперь тебя нет. Какая классненькая она. Вот таких голосов вообще нет. Тебе нет почему-то. Ой, 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 ой. Я хочу, чтоб ты был, чтоб все так же глядел на меня. А за окном то дождь, то снег. И спать пора, и никак не уснуть. Все тот же твой, все тот же смех. И лишь тебя не хватает чуть-чуть. Ой, она мне нравится, я не знаю. Ой, какая она классная. Давай, давай, что сиди. Я не буду, я не буду. Я иду без тебя, переулком знакомый. Я спешу не с тобой, не с тобой, а с Наташкой в кино. А тебе шлют привет. Я улыбаюсь, как дурак. Окна тихого дома, да еще старики, Что все так же стучат в домино. А за окном то дождь, то снег. И спать пора, и никак не уснуть. Все тот же твой, все тот же смех. И лишь тебя не хватает чуть-чуть. Ой, классная! Опачки, так вот, понимаешь? Вот, понимаешь? Молодец, умничка. Ну, друзья, ну вы что? Ну как так можно? Лейла Челях, 63 голоса. Ну что ж. Ребяточки, ну что ж вы, ну. Я вообще на самом деле, когда повернулся и увидел вас, Я подумал, что просто живая Валентина Толкунова. Это просто невероятно. И на самом деле вы можете гастролировать с репертуаром. Мянсаровой, Толкуновой, Кристалинской. Сейчас по таким песням очень скучает народ. Большой спрос в ностальгии. И вот этот ваш голос, как вот этот журчание ручейка, но, может быть, эта ностальгия, она, к сожалению, и не дала такое количество голосов. Я стою рядом с легендарной группой, группой доктор Ватсон. Они не все встали, правда, но сейчас спросим лидера четверки. Спасибо вам большое за такое приятное исполнение. Спасибо большое. Просто низкий вам поклон. Мы сами поем другую песенку, а у нас во дворе... Есть девчонка одна, и тут она. И вот она, вот она, вот она. Действительно, спасибо вам, что вы нам напоминаете именно тех людей, тех исполнителей, которые оставили глубочайший след в нашей эстраде. Спасибо большое. Спасибо. Ну, а почему не единение коллектива? Вы знаете, чудесный голос, чудесный тембр, замечательный вот облик, вот общий, да? И почему сидим? Почему же сидим? Прекрасная песня. Ну, вот что-то не хватило. Дело в том, что вот такая высокая сразу планка, что, видите, все остальные как-то у нас на 60, на 70. Я бы поспорил, это чем не хуже, чем... Не, не хуже, я согласен, не хуже. Так, Сергей, поспорь, Сергей, поспорь. Не, я поспорю, потому что, друзья, это такая легкость, такая воздушность во всем. И каждому человеку, я думаю, из нас слышно, что она себя чуть-чуть сдерживала. Может-то она гораздо больше. Она в рамках этой песни себя сдерживала, она потихоньку раздувала. Это было очень воздушно, филигранно, очень аккуратно. Я улыбался всю песню, как дурак, вот так сидел. Это невероятно. Кстати, здесь спорили по поводу того, что вот новое прочтение, это плохо, или там не нравится. Так вот вам, пожалуйста, очень консервативное прочтение. И опять что-то не так, опять не 100 баллов. Мне кажется, вы достойны, достойны гораздо большего. И я абсолютно сегодня просто негодую, с одной стороны, счастлива, с другой стороны, негодую, какая у нас сегодня борьба. И какие сегодня сильные у нас участники. Сегодня все лучшие. Сегодня все, как будто сегодня финал. Спасибо. Удовольствие. Мне в свое время Игорь Крутой рассказывал историю, когда он еще был аккомпаниатором у Валентины Толкуновой. И они ехали после концерта, и он был и водителем, подрабатывал и водители, аккомпаниатор. И она, не переодевшись, с косой, в жемчугах, в платье, значит. И Валентина очень захотела в туалет. Ну, очень. Он говорит, ну где? Она говорит, ой, смотри, там будка, туалет, ночь, никого уже, ну, под утро. Давай я туда быстро сбегаю. Он останавливается, она, значит, побежала. И открывается дверь. Пять утра где-то. Петухи начали орать. Выходит мужик в майке, он говорит, в таких трениках такой. Вышел, потянулся, значит. Подходит к туалету. И вдруг открывается дверь оттуда с косой. В платье. Выходит Валентина Толкунова. Он такой. Она. Я не могу иначе. Машина уехала. И мужик стоит и говорит, никто же мне не поверит. Так, так и я просто не могу поверить на самом деле 63-м голосам. Виктор Салтыков, ты же знаком был с Валентиной. Я был знаком, но я хочу просто... Меня что зацепило в первую очередь? Во-первых, я вспомнил свою маму. Я вспомнил своего папу. Я помню это детство свое. Черно-белый телевизор. Эти песни. Самое главное в этой истории атмосфера. Какая атмосфера того времени. Эта вот связь времен, она должна существовать в нашей стране. Вы это сделали сегодня. Давайте поаплодируем сейчас девушке. Прекрасно. И очаровательные 63 голоса остаются в вашем сердце. И в сердцах миллионов телезрителей, которые сейчас смотрят наше шоу. И восторгаются тем, как вы исполнили эту потрясающую песню. Спасибо огромное. Лейла Челях. 63 голоса. Браво! Субтитры создавал DimaTorzok